Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. Так, где все? Извиняюсь за то, что я как обычно, лишь хотела написать 18.30. В итоге не могу уложиться вовремя. Чем старше становлюсь, тем более непунктуально. Продолжение следует... А кто будет первым из русскоязычных людей? Да и пора нам уже разделиться на две группы. Владимир, привет. Поехали. У меня, как обычно, готовка. Привет. Тебя не знаю. Нормально не знаю. А где в кино будет Том и Джерри? Надо сходить. Так. Идем на кухню. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok Тоже такое рабочее пространство Субтитры делал DimaTorzok 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 Жалко, что у меня нету хорошей камеры Может быть я когда-нибудь об этом подумала Может быть и нет Скорее всего нет Чтобы было хорошее изображение Хороший свет Субтитры делал DimaTorzok А эти же продаются всякие светильники Там мне бы все равно некуда было подключать Жарко, что-то мне жарко стало Ну чего Котики, написано, что я люблю котов Так Так Что значит жгу? Не знаю, что по-твоему значит Зачем мне это я же так знаю? А зачем мне это я же так знаю? Я не знаю, что я делал DimaTorzok Я не знаю, что я делал DimaTorzok Я сегодня так искупалась хорошо В плане того, что я делала скрабирование кожи головы Делала скрабирование всего тела Скрабом Растиралась Потом губалась Потом мазалась вкусненькими кремами Делала масочку Прям вся такая Чистая, чистая, сладкая, сладкая Девочка А ещё знаете, что я сегодня делала? Смотрите, я сегодня делала шоколад Такой шоколад Такой шоколад Это я делала Я-я-я-я-я Потребуется морковь Лук Кабачки Насса Блин, не хочется готовить в чистом Вот Переодеться, что ли? А потом опять переодеться Я же сейчас заляпаюсь По-любому Что за скрабом пользоваться? Что за скрабом пользоваться? Нанесу скраб Это очистить кожу Такие Твёрдые маленькие гранулы Как скраб для носа Или скраб для тела Да Ты чё? Так, приступим Чё? Чё надо сделать? С чего начало? С мясом Надо сделать форш Мне жалко Мне жалко Мне жалко Мне жалко Мне жалко Чё? Так Примерно Поехали Чё? 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 Поехали Чё Чё? 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 Буду в шортах. В шортах и в майке. Сейчас быстренько хотя бы нарезать, приготовить, потом я переоденусь обратно. Зачем я взяла ложку? Ес, ес, ес. О да, ес, ес. Да, детка, да, детка. Что за иностранцы, которые, не знаю, у них там что, в паранжере женщины ходят? Хотя вдруг. Я бы с радостью только ходила в шортах, если бы не мой кот. Он просто неровно дышит к моим голым ногам. У меня уже живого места нет. Так, я хочу максимально быстро это приготовить. Филя, я сейчас только что говорила вот ребятам, что неровно дышишь к моим ногам. И ты это подтверждаешь, да? Хватит мне хоть ноги. Я понимаю, что они очень вкусно пахнут. К сожалению, у меня в квартире нужно ходить только в штанах, потому что Филя может кинуться. И шрамы будут. Вот видите? Видите? Вот. Это my cat. Привет. Воу. Как жизнь? Сколько я не выходила в эфир? Два дня? Вы заметили? Ко мне вчера пришел чайник. Мне он не понравился. Я больше ничего не буду заказывать на Яндекс.Маркете такого крупного. Потому что, чтобы это вернуть, это просто трэш. На Озоне всё очень просто. Так вот. Мне пришлось посылкой по почте отправлять обратно, платить за пересыл, который, может быть, они не вернут, но это я не знаю. 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 Трэш-обзор. 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 у меня обычно так глаз дергался когда я нервничала не знаю может я нервничала ты чё заново трансляцию смотришь? а ты чё не видела? я в инстаграм выкладывала фотографии чё-чё делать больше нечего сейчас смотри зачем тебе смотреть саму ничего ничего там не было интересно так-так-так-так-так-так-так-то лук будет с морковкой Угу. Угу, 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 угу. Угу, 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 угу. Было что было. Матератор же здесь. Успокойся. Говорю, ничего интересного не пропустил. Принцеляция, может сказать, только началась. Побежала. Что ты боишься? Кто тебя не обидит? Кто тебя обидит? Никто тебя не обидит. Кому ты? Угу. А как так можно включить с самого начала, смотреть и сейчас, и с начала? Это как? Я чего-то не знаю. Ну знаешь, вкус этих конфет такой. Для тех, кому нельзя есть сладкое. Вот он долго-долго не ел. И такой хоп. И ооо, что-то похожее на шоколад. Потому что Кэра сам по себе какой-то горьковато. Не могу объяснить вкус. То есть, если ты тот человек, который каждый день кушает нормальный шоколад обычный. И попробуешь этот, ты подумаешь, что за фигня. Вот. Вот так. То есть, это такой диетический шоколад на любителя. В миксере, ты знаешь, что такое в миксере? В блендере, может быть. Я в миксере не мало. Миксер это, который яйца. Молит. Вкусно ли? Ну я же говорю, такое. Я не могу объяснить. Потому что я не ем сладкое. И для меня, когда я попробовала, было прикольно. Не могу сказать, что вкусно. Не могу сказать. Потому что сам подумай. Там кэроп и масло кокосовое. И все. То есть, порошок. Такой горьковатый. Какой-то там непонятно. И кокосовое масло, которое никакое. И вкус такой. Я не могу объяснить. Вот правда. Это нужно реально пробовать. Кэроп. Он отличается от какао. Кто мне там пишет? Это я уже увидела. Ага. Второй урок доступен через 15 минут. Я пропускаю ваши уроки. Простите. Синенький отпад. Блендер. Ну да. Состав только из карабов и кокосового масла. Потому что это, ну, алип. Там больше другого ничего нельзя. Я знаю, как сделать вкуснее. Но пока что не вариант. Это добавить не кокосовое масло, а масло какао. И добавить не караба какао. И орешков туда добавить. Вот это будет бомба. Это будет практически настоящий шкаф. А, ты заказала какие? Расскажи. Это интересно. Поделись. Мне очень интересно. Здесь больше хорошо. Где 최brcade? шка и убирайте. Расскажим. Пока что. Роял «Королевский лизунь»… Подожди, где ты заказала? В Яндекс.Маркете, что ли, ты целый килограмм заказал? Серьёзно? Зачем так много? Или нет? Озон? А сколько там килограмм? Озон? 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 Это у меня мальчик знакомый захотел сделать эти конфеты. Я ему сказала, обязательно купить горлевские финики. Он такой, ой, ну подумай, что я возьму вот эти подешевле, что я буду переплачивать. Я говорю, возьми нормальные финики, пожалуйста. Вот прям это вот реально важно. Ты много, смотри, не ешь, там очень много фруктозы, очень много фруктозы, так что много не ешь. Скрабики мне спасибо вот покушать, мам. Какие скрабики, ты о чем? Это скрабики, то еще что-то. Не знаю, ничего с таким же образом. Так. Одно из моих любимых блюд это фаршированный кабачок. Знаете, я наткнулась на видео в каком-то паблике, где говорили о том, что в Америке у них это норма иметь домработницу. То есть они сами не убираются. Типа, как это так? Вы будете свое время тратить еще и после работы на уборку. Вот. Но скорее тоже не в каждой семье, возможно, может себе позволить домработницу. Я подумала о том, что я так устаю постоянно. Готовка там, еще надо прибраться. Эту квартиру пока приберешь. Хотя у меня однокомнатная. Представляете, если бы у меня была трехкомнатная. В идеале, в идеале, чтобы мой муж столько зарабатывал, чтобы у нас была домработница, которая приходила бы там, не знаю, раз в недельку. И приберялась, я была бы очень счастлива, серьезно. Хорошая замена сахара. Финики, да, хорошая замена сахара, но там очень много фруктозы. Фруктоза тоже полезна в определенных количествах. То есть если ты очень много съешь фруктозы, то тоже будут проблемы с организмом, проблемы с кишечником. В финиках вообще, по-моему, самое большое количество фруктозы. Если, допустим, в мандаринчике, да, я не помню, в апельсине или в мандарине, в 100 граммах фруктозы 4 или 4 там с чем-то, то в финиках за 100 грамм 30 с чем-то. Представляете? То есть съел 1 мандаринку, хотя нет, не 1 мандаринка, 100 грамм это больше. А 100 грамм это буквально там 5 фиников, да, или сколько? Это уже 30 с чем-то фруктоза, это очень много. Я посчитала, что мне максимум 1 финик в день можно кушать. А как-нибудь можно это сделать быстрее? Лужкой? Да, ложкой не получится. Это для меня один финик в день, а для тебя, для здорового человека, может больше. А ты можешь в интернете загуглить, сколько здоровому человеку в день… Давайте, кто-нибудь может сейчас загуглить, сколько здоровому человеку в день нужно употреблять фруктозы? Граммов. Сейчас мы выясним, сколько ты можешь съесть фиников. Только не забываем там, съели там яблочко, бананчик там еще что-то, бананов тоже много фруктоз. Что уже меньше добыт фиников есть. Просто аж самой интересно стало, а сколько же фруктозы надоезти? У меня просто не больше 20 граммов в день фруктозы, но желательно меньше, но не лично, а вам не знаю. Фу, что-то я нервничаю. Что я нервничаю? Все хорошо. Я почему-то, когда я трансляцию веду, порой… Порой почему-то дышать мне тяжело, я как-то нервничаю. Энергетика, наверное, какая-то идет. 40 граммов. Ну смотри, не съешь ты сколько там, 100 грамм фиников и там уже 30 чем-то фруктозы. То есть тебе в день только можно, грубо говоря, там 5-6 фиников и все, и больше никаких фруктов. А если ты еще какие-то фруктов хочешь поесть, то сокращать количество фиников. Иначе будет всякое бурчание в животе вплоть до диареи. Это, наверное, слопала уже, да, дофига? Я так тоже, когда не подсчитывала, сколько я фруктозы ем. Я как начала есть, короче, финики там, по 6 штук в день. И не задумывалась о том, что они реально дофига много фруктозы. И у меня как началось бурчание в животе. И потом я вообще не поняла, что за фигня. А потом как прочитала, сколько в финиках фруктозы, офигела. Вот так. Вот так. Что сегодня за две недели? Пятница? Развратница. Не знаю, может завтра не зайду в эфир. Я, конечно, два дня не заходила, но мне хочется еще сделать перерыв. Я что-то эти дни не очень хорошо себя чувствую. Так. 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 И. Так. Как вы уже не можете сделать. Что вы начинаем пишете? У меня уже голова устала вердеть туда-сюда. Да блин, опять дырку сделала. В прошлый раз вообще все идеально было. Что-то со мной не то. Может я и есть хочу. Слишком сладкие. Блин, мне хочется тебя сейчас ударить. Вот серьезно. Можно я тебя ударю? Сколько раз рассказывала про финики. Если не пробовала королевские финики, вот эти меджули, вообще не разговаривай со мной о финиках. Не шаришь. Такое, блин, не рассказывала. О, мне тут напоминание пить воду. Такое, блин, рассказывала про финики. Нет, блин. Все. Я начинаю злик. Не люблю таких тормозов. Сладкие, потому что они эти дешевые финики в сиропе продаются. Не забыть выпить еще воды. Отлично. Дайди, Баня. Милый, Петрушка. Дайди ты нафиг со своими уроками. Не могу я присоединиться. Че ты бесишь на меня? Пишешь. Ты их ненадежно газинил обычно. Нормальные финики. Мне кажется, что-то мне не хватает в организме. По-любому, точно. Я такая нервная, потому что чего-то мне не хватает. Я сейчас пропью комплекс витамин. Может, витаминные группы В как раз глаз начал гордиться. Наверное, не хватает чего-то. Это человек. Кусаюсь, на людей срываюсь. Эх. Все, не буду больше смотреть на экран. Буду... Глобу меня так укачивают. То есть смотрю-смотрю, а вы ничего не пишете. Все. Буду раз в минуту смотреть. Я все равно голову не поверну. Хотя я вижу, что там кто-то написал. Говорю, скучали по мне. Молчат. Говорю, два дня не выходила. Что-то изменилось. Молчат. Ну и не буду выходить. И завтра не выйду. Все. Пока не будете у тебя скучать. Зайду тогда, когда будут писать. Женя, где ты есть? Без тебя так плохо. Не прошло минуты. Я посмотрела раньше. На боковом зрении я вижу, что там кто-то написал. И меня это отвлекает. Это было раньше. Сейчас позднякнется. Не вернусь. Все. Осталось совсем чуть-чуть. Как-то чувствую себя опустошенной. Да, и на Денис, ты очень плохо смотришь мои трансляции. Или, может, тебя не было. У меня есть гематест. Я хожу с недавнего времени сдавать анализы туда. Я уже заказала сдать анализы там на 4,5 тысячи. Понакидала в резину. И вот я думаю буквально через недельку пойти сдавать кровь витамин D кальций, магний. Еще хочу убедиться, что у меня реально непереносимость лактозы. И на ферритинное железо. Денис, ты умом не блещешь. Судя по общению. Прости, что я тебе это говорю. Ну. Какая я жесткая баба. Я не знаю, почему не знаю, зачем. Зачем? Зачем ты вообще смотришь мои тринцессы. У людей с любыми заболеваниями, у кого есть особенно такие заболевания серьезные, им нужно чаще обследоваться, узнавать, есть ли изменения какие-то. То есть когда человек здоровый, он может это делать раз в год и все. А когда есть какое-то заболевание, им нужна динамика, смотреть. Лекарства какие-то принимаешь, нужно смотреть анализы. How are you? Good. Good. Наверное, good. неудобно тебе неудобно. Ну я как реальные аффирмации изменили мою жизнь. Если раньше, когда мне спрашивали, как у меня дела, я всегда говорила пойдет или нормальный или что-нибудь такое. Пойдет в основном я говорила такую фразу. Сейчас я говорю всегда хорошо мои дела. А я нормал говорю. Ну в основном хорошо. . Знаете, я уже столько всяких роликов мотивационных пересмотрела, особенно сегодня. Морковка какая-то конечная. Примерно придется еще одну морковочку почистить. Колоссальная. Это больше не работа была, она как-то сама перепрограммировалась. Блин, мне нужно больше 100. Так. Ой. Ну, знаешь, все должно быть в меру. Я последний раз подарила вот эти конфеты. Я поняла, что их уже переела. Чего ты не выбрала? Или у тебя бы получилось как у моего друга? Я еще так угарала с его конфет. В смысле, мне кажется, что яиц нельзя же много есть? Мы же с тобой выяснили, сколько флюкозы надо есть. Кушай по 3-4 фенечка в день и купи каких-нибудь фруктов, помидоринчиков. Зачем тебе одно это уже отжирать? Зачем тебе одно это уже отжирать? Зачем тебе одно это уже отжирать? Шеребарь? Ленивая жопа. Ленивая жопа. Знаешь, я когда Хлою отправляла, я тебе думала, может, тебе туда еще конфет положить финиковых? Но я понимаю, что они испортятся. Ленивая жопа. 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 Продолжение следует... 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 Не знаю. Всё, не грузи. Что, да как, да почему, господи, что за зануды ты, а? Всё. 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 Что, она не вещает. Значит будем делать, а как я сделаю. Всё. 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 И как я делала в прошлый раз и в двух этих что ли комфорт. Продолжение следует... Продолжение следует... На 5 же съешь штук 4, и все, и уже не хочется больше... Потому что это, во-первых, масло... Продолжение следует... 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 Вопрос, сколько у меня осталось зубов мудрости. У меня ещё одноклассница ответила два. Понятно, как смотрят мои сторис. Один. Вообще-то ноль. Всё. 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 Продолжение следует... Я, короче, выставила шоколад вот этот вот и написала хэштеги типа АИПШОКОЛАД, АИПРЕЦЕПТЫ и мне сейчас столько много людей, девушек, в основном женщин. Лайки поставили, пишут тут что-то. Спасибо. 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 Ты мне знаешь, какие цветы нравятся? По-моему, они называются розовидные пионы. Очень красивые, нежно-розовые, такие белые. В общем, они очень красивые цвета, розовидные тюльпаны. Нет, пионы, розовидные пионы. А что ты не посмотрела, не долистала до этого? Да это не всё посмотрела. А Филя, как у меня лежит, чего не посмотрела? Так много людей ищут. АИПРЕЦЕПТЫ. Фигово ты смотришь. Почему? Я про цветы и про мясо не говорила. Ну то, что это животное, это в принципе тоже неплохой вариант ответа. Практически все так ответили. Спасибо. 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 Длинная майка. Но это платье. Здесь блестит. А че? Вам не видно, да? что она блестит? И тут такие котятки. Я когда увидела дому прикольно. У меня одно платье. У меня одно платье домашнее. Это одно. Это серое. Возможно, видели на трансляции. Оно у меня вот часто лежит вверху. Я все время раздетая. Ну, хожу дома. Я на самом деле не хожу во всем этом дома. И когда какой-нибудь курьер или кто-нибудь там приезжает, мне проще быстро платье так напялить. Нежели там искать какие штаны и майку, пока курьер позвонил. Зачек, ты тоже ждешь кушать? В смысле? Что в смысле? Про то, что я хожу раздетая, я говорила об этом не раз. Я не хожу в пижамах дома. У меня дома очень жарко. У меня чугунные батареи, но в основном я валяюсь в кровати. поэтому ноги мои защищены всегда от моего кота. Да, я хожу в одних трусах дома. Не полностью голая, в одних трусах. Всегда. Всегда. И зимой, и летом. Ну, не считая тех моментов, когда ко мне гости приходят. И вот этот иностранец расстроился, то что я переоделась. Завтра шорт. Ага. Джавер. Мой Пейпал. Пейпал. Сука. Hello, hello. Гудо имен Женя Эндр Владимир. А с другими он не здоровается. Вов, слышишь, дискриминация. Здоровается только со мной и с тобой. How are you? Good. How are you? I'm fine. Чего он говорит? Видео очень мутное. Где у меня тут камера? Все, вот сейчас я придумаю, как можно протереть. Так, лучше мне ничего не поменялось. Ну ладно. Я ничего не могу поделать. Лучше не стало, нет? Так. Нет. А мне кажется, у меня какие-то губы красные ставят. Экономия на косметических расходах. Это очень милый ребёнок. Догония на косметические расходы. Продолжение следует... 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 Что такое «шедит»? Она... Она сделала «шедит»? Сейчас покажу... Да, да, да... Как вам фоточка? Найс! Найс! Жены никогда не видели такого рецепта... Жены никогда не видели... Ну что тут? Что-то как-то... Не алё... Не алёшеньки... Мне же жарко тут сидеть... Мне же хочется что-нибудь съесть... Приготовьтесь... Дисклей, вроде... Угу... Ну это не мой рецепт... Не я придумала... Я взяла у какой-то девочки этот рецепт... Но... Я изменила только... Дозировку... У неё был рецепт... 100 грамм кокосового масла и 100 грамм караба... Я сделала 50 грамм кокосового масла и около 40 грамм караба... Один из相 formidable... Угу... Д sink... Теперь вы бы посмотрели... Да... Если вы бы получили... Угу... 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 Кстати, вот этот зуб, который у меня вырвали последний, усовершенствовала, наоборот, уменьшила дозу. Видоизменилась немножко. Хотя, может, это ничего не поменяло. Ингредиенты это те же. Но, я думаю, а если туда добавить немного голосового молока, голосовой стружки можно. Потом я вспомнила, что я делала конфеты. Сейчас, подожди. Только с какао. Тоже немного кокосовое масло. Можно будет с масла какао попробовать. О, вот такие конфеты я делала. И внутри там был орешек. С какао, конечно, вкуснее. О, привет, Паш. Как жизнь молодая. Я про зуб говорила. Больнее всего выдирали вот этот зуб верхний. Ну, не больнее и труднее. А вот этот сверху левый. Вообще, так быстро я даже не заметила. И мне кажется, что у меня отходников от него практически нет. То есть от этого верхнего у меня голова кружилась на следующий день. И. 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 Спасибо. Хочу забавляла… Банан, масло, кокосовое финики, какао, фундук, вкусовая стружка. Банан. Шишинки, наверное, тогда были плохие. Они на самом деле очень маленькие по размеру. Меньше, чем Рафаэлка. Это на фотке так кажется. У меня были здесь вот такие конфетки. Ну, короче… Эх, так маленькие. Кого давно? Финик, любые конфеты, ну вот, наверное, делала. А вот это да, давно. Вот так вот. 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 Второе мальчик. Горячий Не хватает Какой-нибудь кислотина Не знаю, когда делал Я не посмотрела В прошлом году 31 мая 2020 г Что-то не то. Лук я что-то в прошлый раз добавляла. Что-то вкус какой-то непонятный, что-то не хватает. Я походу в прошлый раз в фарш луку добавляла. Где бы я ела остывших. А меня на работе называли Джеки Чан. Из-за моей фамилии. Не буду говорить какой. Ну типа Женя, Джеки. Джеки, Джеки, Женёк, не знаю. Мне понравилось. Скажите, что сказать? Трансли. Да. Не хочу. Такая разница. Королевский ужин. Блин, я вроде столько соли насыпала. Такое ощущение, как будто я вообще не солила. Короче, им надо дать остыть. Многое еда. Вкусная. Скажем, постоит остыла. Главное, столько соли добавил. Почему не солила? В дому мало соли добавил. Но главное не досолить, чем пересолить. В следующий раз. В фарш тоже буду лук добавлять. Если не забуду. Может быть, я буду? Пицца. Пицца. На горячее. Зубы реагируют на горячее. Чтоб в прошлый раз было морковки побольше с луком. Что-то мне не особо вкусно. Остынет. Надо записать рецепт. То есть забыла. Остынет. Надо записать рецепт. То есть забыла. Морковки больше. Морковки больше. Лука вовнутрь добавить. Остынет. Остынет. Продолжение следует. Остынет. Ах. Потоверной. Остынет. 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 Получали. Волшу. я устал Ну, ну, ну. Даже две, я думала одна-две, two black cats. Добавляем. Надо зато рыбку заказать. Вкусно? Не очень вкусно получилось. Так почему делится? Капуста молодая, Краснодар. Интересно, интересно. Капуста квашеная, но у вас невкусная. Я заказала и выкинула. Форельку? В смысле? В смысле? Вы же пишите, у вас есть. Надо затреплять. Это не диетическое. Хотя мука там рисовая была. Да. Я его делала один раз жизни. Иоанн, а сколько лет? Как ты? Как ты? Угу, да. Как ты? Как ты? Как ты? Как ты? Как ты? Как ты? Устала. И ю, и анну. И ю, и анну. И ю, и анну. И ю. И ю, и анну. И ю, и анну. И ю. И ю, и анну. И ю. И ю, и анну. И ю. И ю, и анну. 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 И анну. И анну. И ю, и анну. И ю, и анну. И ю, и анну. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не поняла... Продолжение следует... 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 Нет, я не замужем. У меня 30 лет. Владимир Централ, есть такая песня. Мьюзик Владимирский Централ. Если не заблочат. Сейчас. Как твои нюпчицы. Владимир. Песня опять пришла. Опять защита со мной. Что-то не заблочили. Мьюзик Владимирский Централ, Я из песни такая. А я в институте не общаюсь ни с кем, Маша не писает. У меня там очень много людей пишут. Я ни с кем не общаюсь. Вообще нигде, в принципе, не общаюсь. И с подписчиком. Только вот так вот. Я сейчас настолько берегу своё время и пытаюсь его потратить с пользой для себя, что я даже с друзьями редко общаюсь. Со мной там знакомятся некоторые девочки, пообщаться по-дружески. А я понимаю, что я сейчас одной девочке ответила дня через четыре. Я не блогер. Что именно ты не понимаешь? Мне не нужна известность. Мне это приносит деньги, эти трансляции. Напоминал, кипить воду. В смысле, не понимаешь, зачем известность. Блогеры бабки рубят миллионы. Пока ты не понимаешь, они покупают себе квартиры, часы Rolex, которые стоят около четырёх миллионов. Не понимают он. Пока ты сидишь на своей работе с графиком 5-2 за 30 тысяч или 40, не знаю, и не понимаешь, что блогеры рубят больше, несколько миллионов в месяц. Это я не про себя, я не блогер. Я стример, наверное. Я была замужем, у нас денег не было. По любви выходила замужем. Даже носки себе купить не могла. Я никогда не спрашивала, и вряд ли ты скажешь правду, но вот ты говоришь, выйти замуж. Допустим, за тебя. Вот сколько ты в месяц зарабатываешь? Ну, на самом деле, я никогда ни у кого-то не спрашиваю, мне абсолютно неинтересно. Ну, просто ты так сказал, да, лучше выйти замуж. А сколько же вот мужчина, да, должен зарабатывать, чтобы 60 косарей? Ну, смотря, где ты живёшь. То есть для Москвы, допустим, это вообще ты чуть ли не нищий 60 косарей. Вот. Для Ростова это хорошая зарплата. Зарплата. В Москве 60 тысяч. Это вообще очень мало. Очень. У меня знакомый с Таганрога здесь, с Ростовской области. Уехал, причём молодой, ему 25-26 лет. Уехал в Москву зарабатывать, он зарабатывает больше, чем ты. Всё, деньги брать, да, на самом деле, да. Вот я сейчас смотрю всякие мотивационные ролики, мне интересно там про законы денег, что такое, послушать. И там один миллионер говорит, что вот некоторые говорят, что вы все про деньги говорите, что под деньги. А он говорит, мне так понравилось, как он сказал, жалко я не запомнила этого, это видео. А он сказал реально прикольно, то, что, а как не говорить о деньгах, когда всё упирается в деньги. Реально. Пойти, поехать до центра, доехать, деньги нужны. Сходить в больницу, деньги нужны. Сдать анализы, деньги нужны. Пойти за продуктами, деньги нужны. Пойти в кафе, посидеть, деньги нужны, понимаешь? Или не понимаешь? Поехать на море, хочется летом отдохнуть, деньги нужны. Кот заболел, нужно его в ветеринарку везти, деньги нужны. Всё, деньги, понимаете? Ну не как тебе, что ты в 32 года снимаешь квартиру за 24 тысячи, что у тебя нет своего гнездышка, и что если ты встретишь девушку, то тебе ей будет нечего предложить. А работаешь ты официально, скорее всего, за 60 кс, если ты говоришь точную сумму. Поэтому, как говорил один миллионер, что работая по найму, как же я сказала, это нестабильность. Многие думают, что работа – стабильность. Вот именно работать по найму – нестабильность. Тебя в любом моменте выкинуть, вышвырнуть. Вот как меня. 6 лет проработала, вышвырнули с работы. И я с ума сходила, не знала, что делать. Ты не понимаешь тех, кому нужно. Слушай, ты живёшь в Москве, зарабатываешь 60 тысяч, тратишь практически половину на жильё. Там ещё нужно будет оплатить коммуналку, продукты. Да ты ничего не зарабатываешь, считай. То есть, если ты встретишь девушку, ты не сможешь её позвать на море отдохнуть, тебе денег тупо не хватит. Проще надо быть, а, окей, хорошо. А чем ты хвастаешься? Чем ты хвастаешься? Тем, что ты в 32 года одинок, и что ты не ходишь ни в кино, ни в ресторан, никуда не ездишь, да? Понятно. Ну хорошо. Я всё поняла. По-моему, мы с тобой поняли друг друга. А тебе нечем хвастаться. У меня мальчик знакомый, который раньше тебя 26 лет, он уехал в Москву, он зарабатывает больше 100 тысяч. Понимаешь? О, тебе 32 года, ты рассуждаешь, как подросток 15-летний, который говорит, что всем девушкам нужны только бабки, всем меркантильные. у меня есть лучший друг, ему 33, да, уже 33 года. И вообще он полностью меня понимает и поддерживает то, что деньги это важно, то, что мужчина должен там столько-то, вообще нормально зарабатывать и так далее и тому подобное. Ну, короче, ты вообще не права. А, ну хорошо. Давай закончим разговар, раз я не права. Прогугли, пожалуйста, слово алчное. Ты не очень образованный человек. Посмотри, что такое алчный человек. И вообще это, ну, вот эти вот грехи. Узнай, прежде чем говорить что-то, я тебе говорю, что так устроен мир, то, что у нас жизнь, она такая, что продукты стоят денег, что куда-то не пойдешь. За это нужно заплатить. Это нормально, как волосы на моей голове. Да, просто я представляю, как ты выглядишь. Вот примерно представляю. Такой… Ладно, я не буду тебя обижать. Во-первых, алчный человек – это жадный человек. Где ты во мне увидел жадность? Человек, который склонен к получению выгоды. Вот где мои слова о том, что про деньги я говорила, где ты видишь скупость, выгоду, жадность во мне. Моя мама работала на трех работах, ей было не сладко. Мой папа умер, когда мне было 9 лет. Ничего хорошего я не вижу в этом детстве. Я ничего не видела, ничего вообще, продукты только в каких-нибудь лагерях. И ты считаешь, это нормально, то, что мы с братом готовы были глотку друг другу перегрызть, кто будет доедать маленькую ложечку сгущенки, когда мама делала торт. И то это было уже, ну как, не совсем дети. Когда совсем дети были, там вообще ничего практически не жрали, а чуть-чуть возрослели. Может быть, на какой-нибудь праздник мы увидели какой-нибудь йогурт разбавленный. И что-то мне хочется перевести этот пример, сказать, что вот так надо жить. Нет, спасибо, я так жить не хочу. Да мне пофиг на тебя. Мне тебя жалко, на самом деле. У меня нету к тебе какого-то негатива. Ты, ну, вроде меня... Нет, ты спросил алчно я, но ты меня вроде никак не оскорблял. Но мне тебя просто жаль, твою жизнь. Что ты так её проживаешь, ничего не видя, никуда не ездя и так далее. Сидя дома, смотря полчаса трансляцию какой-то непонятной девочки, которую ты сегодня видишь, завтра нет. Ты потратил своё время, свою жизнь на меня сейчас, понимаешь? Уходим мы сюда. Всё. Тааа. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...